Первая смена стартовала в день защиты детей в восьми детских лагерях Самары. В них отдохнут более 6,5 тысяч подростков. Свою работу начали и пришкольные лагеря. Все оздоровительные комплексы работают с соблюдением требований регионального Роспотребнадзора. Цветные металлодетекторы, кнопки тревожной сигнализации вызова сотрудников Росгвардии. При начале летней оздоровительной кампании не только с педагогами, осуществляющими процесс отдыха детей, но и с самими непосредственно обучающимися, будут проведены не только инструктажи, но и практические тренировки. Как интересно, весело и безопасно отдохнуть на водоемах, в парках и просто на улице – актуальная тема наступившего летнего сезона. Об этом в очередной раз напомнили родителям представители городского департамента образования, Минздрава, МЧС и полиции. Показывать правила поведения детям необходимо личным примером. И что бы ни говорили мы в этой студии, преподаватель, учителя, любой воспитатель, даже сами родители, никогда ребенок в это не поверит, потому что он видит, что его личный отец, мама, папа, родственники не слушаются никого и делают, как они хотят. Нарушение правил безопасности зачастую приводит к трагедиям. Статистика несчастных случаев год от года практически не меняется. Особенно это касается летних каникул. Дети гибнут на дорогах и в водоемах. Опасными считаются дикие пляжи, на которых нет спасателей. Впрочем, и на оборудованных необходимо соблюдать меры безопасности, не перегреваться и не переохлаждаться. А с полудня и до четырех часов вечера солнечные ванны лучше и вовсе не принимать. Детям будет полезно выучить правила дорожного движения, особенно если на пляж приходится идти без сопровождения родителей. Специалисты напоминают, пока пляжный сезон не открыт, официально отдыхать на Волге, а тем более брать с собой детей, не рекомендуется. Тем более, что вода в реке еще недостаточно прогрелась. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.